Олень, как самый благородный из крупного зверя, обитает на всех охотничьих угодьях. Хорошо чувствует себя в смешанной среде обитания, лесной и сельскохозяйственной. За год подстреливаемых оленей насчитывается 90-110 штук. Из этого числа большая часть приходится на сентябрь. В отличие от лани, олень против жары и паразитов с удовольствием наслаждается в прохладной ванне грязи. В отношениях быков, которые все лето жили мирно друг с другом, наступают перемены, когда в сентябре ветер приносит особые запахи от телок. Сексуально зрелые быки собирают вокруг себя гарем из как можно большего числа телок и очень ревниво и с бесконечным вниманием охраняют его от соперников. Паша гарема хвастается своей силой, ревя, бегая перед остальными быками, показывая, кто здесь хозяин. Паша гарема хвастается своей силой, ревя, бегая перед остальными быками. Уставшему в полу этого процесса быку иногда нужно оставить телок и отправиться на поиски водопоя, чтобы восстановить силы. Но и в это время он не теряет бдительности, так как не может быть уверен, что его соперники не ждут именно этого момента, чтобы украсть его телок. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Но этого быка, который днем неосторожно отлучился от команды, могут подстерегать и другие опасности Им руководят инстинкты, а хорошо известные органы чувств предают его Осторожно, непредосмотрительно оставляет он лес, свое надежное укрытие Это и будет его конец Субтитры сделал DimaTorzok После попадания в сердце у быка остается сил только на очень короткую дистанцию В сентябре для действительно трудной охоты на оленя Если возможно, то лучше выбрать сильное, минимум 8-мм калиберное ружье Такие трофеи достойным образом увенчивают многодневную, не раз усеянную трудностями охоту И на всю жизнь оставляют незабываемые впечатления Охотничий дом Наши охотничьи домики рассматриваются Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok